Здравствуйте, вы на канале Реальной Книги. Сегодня мы с вами рассмотрим образ Мармеладова в произведении Федора Достоевского. Господин Мармеладов является одним из самых ярких персонажей знаменитого романа «Преступление и наказание» Достоевского, хотя его нельзя назвать героем первого плана. Этот второстепенный герой сыграл важную роль в развитии сюжета произведения. Родион решился совершить злодеяние именно из-за Мармеладова. Федор Михайлович, хоть и поместил в Семена Саде ключевых действующих лиц, все же наделил его героя яркостью. Понять специфику образа Мармеладова может обращение непосредственно к тексту и к цитатам. Образ Семена Захаровича честно связывается с темой бедности. Автор разделяет в частности бедность и нищету, так как бедность – понятие духовное, без негативных коннотаций, нищета же – понятие материального характера. Отсутствие денег – крайняя нужда негативные условия человеческой жизни. Мармеладов представляется отцом Сони. Мужчина служил в чите титулярного советника. Писатель упоминает, что Семену Захаровичу перевалило за 50 лет. Федор Михайлович описывает своего героя как пьяницу. Отекшее желто-зеленое лицо, припухшие веки, крошечные глазки, щелочки. Ум и Мармеладове удивительно сочетался с безумием. После сокращения кадров Семен Захарович лишился работы. Героя ожидала нищенская жизнь и нужда. Отчаяние толкнуло мужчину в объятия бутылки. Мармеладов сам рассказывает читателю истории своей жизни. Герой дважды женат. Вторая супруга бывшего титулярного советника – хорошая, но несчастная женщина. Катерина Ивановна – героиня, которая лишилась всех своих вещей. Мармеладов заложил платье жены за бутылку. Слабость и безответственность мужчины толкнула Соню на скользкий путь легкого поведения. Однако беспомощность, ничтозность собственной личности тревожили Мармеладова. Герой раскаивался в пороках, грехах и недостатках. При этом осознание неправоты не заставляло Семена менять жизнь. Слабости характера мужчина представлял драмой мирового масштаба. Поведение Мармеладова отличалось театральностью, искусственностью. Желая жалости, герой отрицал это. Семена Захаровича ждала бесчестная смерть под копытами повозки. Мармеладов отличался средним ростом, плотным телосложением. В волосах героя выделилось просить, а на макушке большая лысина. Постоянное пьянство сделало лицо мужчины желтовато-зеленым и опухшим. Веки тоже опухли. Глаза красные, крошечные, похожие на щелочки. Семен Захарович следовал чиновничьей моде, выбрывая лицо. Однако после потери работы мужчина себя заметно запустил. Перестал бриться, обзавелся Сизой с щетиной. В повадках Мармеладова тоже присматривалось нечто столидное чиновничьи. Костюм – необходимая составляющая внешности. Автор подчеркивает, что первые впечатления от Мармеладова неприятные. Писатель детально описывает одежду героя. Так Семен Захарович выбирает старые, оборванные, сильно поношенные фраки. Мармеладов женился дважды. От первого брака у мужчины росил дочь Соня. Вторую супругу звали Катериной Ивановной. У женщины тоже были дети от предыдущего брака. Целых трое. Союз Семена Захаровича с Катериной длился пятый год. Между супругами большая разница в возрасте – 20 лет. В основе семьи лежала отнюдь не любовь. Мармеладов попросту пожалел несчастную женщину, оказавшуюся на грани выживания. И вновь Федор Михайлович затрагивает одно из ключевых тем произведений – бедность, нищета. Мармеладов потерял первую супругу, когда дочери исполнилось 14. Мужчина не мог наблюдать страдания Катерины, поэтому предложил героине брак. Писатель наделял Мармеладова добротой, благородством, доверчивостью. Именно такую характеристику дает Семену Захаровичу Катерина. Женщина упоминает, что мужчина любит и уважает семью. Единственный крупный минус героя – слабость. Мягкость, доброта, слабохарактерность толкают мужчину доверять раздратным особям, пить вино с ненадежными людьми. Это описание наталкивает на вывод, что Мармеладов за свою жизнь не научился разбираться в людях. Ситуации, описанные автором, наводят на мысль об уме Мармеладова. Писатель отмечает, что глаза героя светились умом. Во взгляде Семена Захаровича просматривалась восторженность, осмысленность, интеллект в сочетании с безумием. Четыре года до описываемых событий семья Мармеладовых прожила в городке провинциального типа. Семен Захарович продержался год, работал на совесть, не выпивал и вел себя достойно. Но потом Мармеладов лишился должности и бросился в пьянство. Начался период страданий и бедствований. Семья переезжает в столицу спустя полтора года. Семену Захаровичу предложили новую должность. Однако страсть к выпивке не позволила герою продержаться на работе. Алкоголизм героя проводит к страшной нищете семьи. Еды не хватало, отчаяние толкнуло Соню получить желтый билет и заняться непристойными делами. Девушка зарабатывала средства, чтобы прокормить всю семью. Мармеладов с каждым разом вел себя все хуже и хуже. Обманывал родных людей и крал вещи из дома. Героя влекло лишь одно дело – выпивка. Мармеладов не совсем потерянный для общества человек, так как герой осознает свои недостатки, неправильность и низость поведения. Семен Захарович слишком слаб, чтобы бороться с порогами своей личности. Однако мужчине же удалось взяться за ум. Это случилось пять недель назад. До событий, которые открывает нам роман Достоевского. Семен Захарович обратился к начальству, которое дало бывшему чиновнику второй шанс. Наконец приходит день долгожданного жалования – 23 рубля и 40 копеек. Семья Мармеладовых радуется и надеется на лучшую жизнь и перемены. Чтобы узнать, что же было дальше, вы можете всегда прочитать полную версию статьи у нас на сайте. А сейчас подписывайтесь на канал и изучайте литературу вместе с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!